Здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Усманов Павел, главный архитектор компании домостроительной технологии. И сегодня я расскажу, как сделать так, чтобы ваш фундамент, фундамент вашего дома, а это основа, прослужил 100 и 200 лет и даже более. Начнем с того, что самое важное в строительстве дома – это выбрать правильную проектную организацию. Без проекта строить дом – очень плохая идея, и там нет никаких гарантий ни на этапе строительства, ни на протяжении первых 20 лет, 50 и так далее. То есть, правильный проект. Второе – это геологические изыскания. Ну, точнее, они идут даже до проекта, до конструктивного проекта. Геологические изыскания проводятся на участке, бурятся три скважины в пятне застройки. Таким образом, проектировщик видит, какие грунты залегают и какой тип фундамента, в зависимости от грунта и от ваших пожеланий. Нужен подвал, не нужен? Какая обводненность? Насколько высокие грунтовые воды, верховодка? Стоит ли вода на участке? То есть, все-все-все эти факторы проектировщик принимает во внимание и разрабатывает проект фундамента именно под ваш дом и под ваш участок. Третье – выбрать правильного поставщика бетона. Особенно в Москве, в Московской области, я думаю, в больших, других крупных регионах. Очень много игроков на рынке бетона. Все борются за клиента. Все пытаются дать более низкие цены. Существуют различные марки бетона. Но еще можно купить на щебне, на гравии. То есть, многие заводы при определенной марке еще бывают на щебне и на гравии. Гравий для одних конструкций, на щебне более прочной конструкции. То есть, еще такой, да, выбор может быть. Так как производителей бетона много, вам могут привезти некачественный бетон. И второй нюанс – его неправильно уложить. То есть, неопытная бригада попасться, сколотит неправильно опалубку, криво, со щелями. Будет укладывать бетон в мороз, без добавления противоморозных добавок. Или слишком уже сильно отрицательная температура будет стоить. То есть, ваш бетон тоже не наберет прочность. Ну и плюс можно нарваться на откровенный брак. Как мы можем проверить, набрала ли конструкция прочность или нет? В нашей организации имеется прибор импульсный. Называется он ИПС МГ-04. Мы в нескольких точках, нескольких захватках производим измерения. В данном случае уже покрыт гидроизоляцией обмазочной. Зачищаем вот этот пятак. Или сразу при схеме опалубки производится измерение. И замеряем в разных точках. Смотрим по таблицам и видим, что наш бетон уже на вторые сутки набирает прочность. Можно произвести на десятые сутки и на двадцать восьмые. То есть, когда вызревает бетон. И мы таким образом можем гарантировать, что этот фундамент в соответствии с проектом будет нести эту нагрузку и прослушать долго и без проблем. Второй вариант. Если у вас нет такого прибора, есть такие формы. Сто на сто заливаются кубики, отбирается лишний бетон. Заливаются эти формы, выдерживаются сутки, разопалубливаются и оставляется здесь этот кубик. То есть, он также при этой же атмосфере набирает прочность. Эти кубики можно сдать в лабораторию. У больших заводов бетонных есть лаборатория. Они раздают кубик. Можно анонимно сдать, не говорить откуда это, что за марка. Они тебе скажут, что это за марка бетона. Такую прочность набрал данный кубик. Вот такие два самых простых способа. И оба мы применяем. Ну и третье, естественно, это защитить фундамент в дальнейшем от попадания в него. То есть, сам, чтобы бетон не набирал влагу, сырость. Влага может быть у нас как атмосферная, например, да, косой дождь. И мы не сделали отделку фундамента. И вот косой дождь попадает, впитывает влагу, бетон. Когда происходит замерзание, оттаивание. Это вот один цикл. Весной, осенью может произойти несколько циклов замерзания, оттаивания. И бетон постепенно стареет. Марка по морозостойкости обычно у фундаментного бетона 150 циклов. То есть, через 150 циклов просто он начнет крошиться. То есть, какая-то его часть. Для этого мы используем отделочные материалы, естественно. Гидроизоляционные материалы, как здесь. Это обмазочная гидроизоляция. Подошву ростверка защищают рулонной гидроизоляцией. Также мы можем произвести отделку и отвод воды. То есть, это дренажами. Если участок, например, обводненный. Или понижением уровня грунтовых. Вот если они очень высоко подходят к конструкции, мы можем устроить прифундаментный дренаж. Все перечисленные мной способы достаточно простые. Их надо знать. И тогда ваш фундамент прослужит 100 и более лет. Да, забыл сказать еще очень важно. На пучинистых грунтах, то есть, у вас ленточный фундамент или вот такой ростверк, не оставляйте его без пригруза. Или обязательно делайте противоморозные мероприятия. То есть, очень сильное воздействие грунта на этот ростверк его просто поломают в обратную сторону. Он потрескается. Надеюсь, вы все поняли, запомнили. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки в комментариях. Вы очень любите мне писать в комментариях. Пишите. Всем с удовольствием отвечаю.